Думаю, что я запутал вчера вас в отношении к книге Даниила. А сейчас я попытаюсь вас, так сказать, распутать. Я скажу вам, почему книга пророка Даниила такая сложная. В ней описаны три периода бедствия. Иногда Даниил одновременно говорит об этих периодах. Но все они отличаются друг от друга. Период скорби в 9 главе книги Даниила отличается от тех периодов, которые описаны в 10 и 12 главах. Даниил говорит приблизительно о 165 годе до нашей эры, что соответствует периоду правления Антиоха-Эпифана или Антиоха 4. Антиох 4 завоевал Иерусалим, захватил и осквернил храм. Он стал прообразом Антихриста. Но Антиох не разрушил Иерусалим и храм. Затем Маккавеи победили в войне против Антиоха. И храм был снова посвящен. И праздник, который мы отмечаем во время повторного посвящения храма того периода, известен под названием... Ханукка. Очень хорошо. Затем мы прослеживаем следующий параллель времен Римской империи. Римляне установили идол, осквернивший храм. И полностью разрушили Иерусалим и храм. Вот о чем, по всей видимости, Данил говорил в 9 главе. Я думаю, что в первых и последних главах книги Данил говорит об этих двух событиях и упоминает 70 недель. Затем используется такой же языковый стиль, как и в 12 главе, где говорится о великом бедствии. И вот в чем возникает проблема. Когда мы читаем Евангелие, там мы встречаем понятие бедствия относительно событий конца правления римлян над Иерусалимом. Из исторических источников нам известно о разрушении Иерусалима. В последние дни будут происходить точно такие же события. Иерусалим будет избавлен во времена гнений последнего времени. Я думаю, что лучше можно понять, о каких именно из этих двух событий здесь сказано. Если мы будем понимать, в какой из этих периодов Иерусалим будет избавлен, а в какой нет. Можно провести множество параллелей между событиями последних дней и событиями первого века. Антихрист – это аналог императора Тита. Но Антихрист поражен после возвращения Господа. Это станет более понятно после прочтения книги Откровения. А также Евангелие от Луки, так как Лука соблюдает хронологию событий. Эти бедствия описаны Лукой с точки зрения периода Римской империи. И затем Лука подводит нас к самому концу. Но в книге Откровения говорится о бедствиях не только времен Римской империи, но также в последние дни. Кажется, что действие Книги Откровения происходит во времена Римской империи, потому что так много было предсказано Ишуа. Вот почему существует школа эсхатологии, утверждающая, что Великая Скорбь уже прошла. Они говорят, что Великая Скорбь – это событие в первом веке. Но с другой стороны, когда мы изучаем Холокост, трудно поверить, что страдания первого века в Иерусалиме были сильнее, чем во время Холокоста. Иосиф Лавий говорит, что в первом веке умерло около полумиллиона евреев. Я очень рад, что мы не должны понимать все существующие детали эсхатологии. Никто точно их не знает. Я верю, что существует множество доказательств того, что Великая Скорбь будет до пришествия Ишуа. и Вознесение в конце периода Великой Скорби. Я скажу одно. Идея Вознесения до начала Великой Скорби неизвестна в истории иудаизма и истории Церкви вплоть до середины XIX века. И если такая идея совершенно неизвестна в истории иудаизма и Церкви, то нам нужно найти неопровержимые доказательства, чтобы согласиться с этой идеей. Однако мы не обладаем никакими доказательствами, не говоря уже о неопровержимых доказательствах. Вы это увидите, когда мы начнем изучать Новый Завет. Мы почти завершили наше изучение Писаний Ветхого Завета. Сделаю особый акцент на фразе «Писаний Ветхого Завета», чтобы вы смогли ощутить значение новозаветнего толкования. Давайте посмотрим 12 главу книги Захарии. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри Него, говорит, «Вот, я сделаю Иерусалим чашу иступления для окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима». Иуда и Иерусалим осаждены в первый раз. Давайте рассмотрим периоды, когда Иерусалим был осажден. Вначале ассириане осадили Иерусалим. Во времена царя Иерусалима они так и не завоевали Иерусалим. Потом вавилоняне разрушили город и святилище. Затем греки и Сирия во главе с правителем Антиохом Эпифаном. Антиох захватил Иерусалим из святилища, но не разрушил их. Затем римляне осадили и разрушили Иерусалим. В книге Захарии мы читаем о ранее неизвестном событии. Давайте же прочитаем, что произошло. Захария 1.4 «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». В некоторой степени это выглядит так. В наши дни некоторые народы пытаются уладить ближневосточный конфликт, в котором Иерусалим занимает центральное положение. И всякий, кто пытается вмешаться, он как бы надрывает себя. Давайте прочитаем шестой стих. «В тот день Я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы, справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме». «И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудой». «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, «А дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ними, и будет в тот день Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». «Здесь мы читаем что-то очень удивительное. На евреях будет сверхъестественное помазание для войны». «Имя одного из моих любимых преподавателей, Давид Вульф, Он говорил, что второе пришествие — это совокупность событий. События происходят одновременно. И мы читаем «Ангел Господень перед ними». Часто под «Ангелом Божьим» мы понимаем «Яшуа». Затем мы читаем о войне евреев. Другие отрывки говорят о том, что происходит на небе в это время. В конце века очень быстро происходят всевозможные события. Но Писание говорит, что окончательная точка войны — это поражение всех этих вооруженных сил. И сверхъестественное помазание на евреях настолько велико, что самый слабый между ними в тот день будет как Давид. Когда я проповедую, я имею в виду евреев, которые встают со своих инвалидных колясок и говорят «Дай мне оружие». Нам трудно представить эту сверхъестественную способность к войне, данную Богом. Избавление происходит сверхъестественно от Бога, но также происходит действительная война евреев за свою землю. После поражения всех врагов Впервые мы читаем об этом удивительном покаянии. Десятый стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и зальют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Каждый житель, каждая семья, каждое собрание рыдает и кается. Это какой-то аномальный стих. Почему же Израиль просто не возрадуется после поражения всех его врагов? Это должно было бы привести к самому великому празднованию и веселью в истории Израиля. У меня есть только один ответ на это. Израиль кается перед Иешуа, потому что они понимают, что Иешуа — он их Спаситель, Мессия Израиля. И евреи противятся этому две тысячи лет. «Они скажут, если бы мы только узнали, если бы мы только поверили, потому что тогда они увидят, что Тот, Кто избавил их, Ангел Господин, Который был с ними в этой огромной победе, Тот, у Которого пронзены ладони, в действительности же запястья. Кстати, человек не удержался бы на кресте, если бы это были ладони. И на иврите «едаем» означает «больше, чем просто ладони». И на пронзенные ноги. Они возрят на Него, Которого пронзили. Можете ли вы прочувствовать глубину этих рыданий? Итак, все это указывает на приближающийся, великий Йом-Кипур. Я этому еще не учил. Когда я подойду к книге Откровения, я упомяну об этом. Но я верю, что все праздники включены в Книгу Откровения. Песовер — наиболее важный праздник. Но время между праздником Роша-Шана и праздником Йом-Кипур — это время Божьего гнева. После излияния Божьего гнева наступает Йом-Кипур для Израиля и других народов. Здесь говорится, что Израиль возрыдает, но в Евангелии от Матфея и в Откровении «восплачут все народы». Итак, чрезвычайно много людей обращается к Господу. Особенно, если вы рассмотрите все эти отрывки вместе. В 13 главах Захарии «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Итак, мы читаем о грандиозном очищении и избавлении. Все лжепророки умрут, так же, как и всякая лживая философия. И мы войдем в Царство. Итак, Захария использует в своих пророчествах такие же повторения. Вот еще один стих, похожий на пророческий. Захария 13, 7 «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего», говорит Господь Саваоф. «Порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». «И будет на всей земле», говорит Господь. «Две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней». «И введу эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как плавит золото». «Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, это мой народ». И они скажут, Господь Бог мой. Кто-то сказал, что этот отрывок относится к периоду Великой Скорби. «Две трети евреев умрет в земле Израильской». «Здесь возникает большое противоречие». Так как многие христиане говорят, «Мы должны помочь евреям возвратиться в Израиль, так как им небезопасно в диаспоре, в расселении». «Если такая интерпретация верна, то в Израиле было бы опасно жить, что если две трети евреев умрет в Израиле». «Есть одно движение среди христиан, еще более малочисленное, которые пытаются убедить евреев уехать из Израиля». «Те евреи не будут числить двух третий, которые будут убиты». «Вы знали об этом?» «Кто-то слышал о таком?» «Убивительно». «Но, вероятно, эти события относятся не только к периоду перед приходом Иешуа». Это описание похоже на события первого столетия. И тут не говорится о евреях по всему миру, но о евреях, живущих в Израиле. Там написано, «Порази пасторя, Иешуа, и рассеются овцы». «Две части на ней будут истреблены». Тот факт, что две части на ней будут истреблены, не означает части населения, но те части земли, на которой люди жили. Но третья часть будет очищена. Они будут очищены огнем. Выжившие после разорения Римской империи в первом веке, прошли огонь истории церкви, и они были очищены. Но в конце эти очищенные люди возовут к Богу. И это совсем другое толкование, которое не соответствует хронологии глав. Поэтому я не верю, что две трети евреев умрет в Израиле. Если бы действительно верить этому, то было бы глупо поощрять евреев переселяться туда. Но в 14 главе видна параллель с 12 главой, где говорится об одном и том же. Вот наступает День Господень. Разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима. И взят будет город, и разграблены будут дома. И обещищены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Это ужасное вторжение. Во время этой войны будет ужасное разрушение в израильской земле. Но есть что-то интересное между вторым и третьим стихами. Я думаю, что Писание Нового Завета объясняет, что происходит. Но я не хочу предвосхищать содержание Нового Завета. Но Нового Завета в основном ведет нас в вере, что ключи здесь будет, что они будут вызвать Иешуа, чтобы их спасать. Идея в Новом Завете заключается в следующем. Они воззовут Кишуа, чтобы Он спас их. Значение Евангелия от Матфея. Еврейские религиозные и политические лидеры воззовут Кишуа. Не спасет ли он их? Захария 14.4 И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима, к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большую долиною. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила. И вы побежите, как бежали от землетрясения в одни озии царя Иудейского. И придет Господь Бог мой, и все святые с ним. 8 стих И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному, и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. А в книге Езекииля идеальный образ храма. А также в книге Откровения в 21 главе. И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. И вы знаете слова молитвы Алейну. И в книге Откровения в 12 главе. Этот стих – исповедание каждой синагоги, на каждую службу, каждую неделю. И так снова, надежда избавления, приход всего мира к познанию Бога. Интересно, что это неизменно в традиции еврейской мысли. Ортодоксальные евреи понимают, что избавление придет с Елеонской горы. Некоторые евреи хотели, чтобы их похоронили на Елеонской горе. На этой горе находится очень много могил. Потому что эти евреи верят, что воскреснут, когда придет избавление. И они хотят быть готовыми к воскресению, когда Господь придет на Елеонскую гору. Но они не знают, что этой Личностью будет Ешуа. Этот отрывок очень укоренен в еврейском сознании. Затем мы снова читаем это повторение в таком же параллелизме литературного жанра. В 12 стихе 14 главы мы читаем о поражении тех народов, которые вторгнутся в Израиль. Мы читаем о смятении в 13 стихе. Что один схватит руку другого и поднимется рука его на руку ближнего его. Животные, принимающие участие в войне, также будут поражены. Но после завершения войны Затем все оставшиеся из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднивания праздника Куши. И всякая посуда в Иерусалиме будет святой в Иерусалиме. Реальность храма будет не только в храме, но и во всем городе. Слава Богу будет присутствовать над целым городом. Следовательно, праздник Куши очень часто фигурирует в раввинистической мысли. Более чем в любой другой праздник, этот праздник отмечает мировое правление Бога. И раввины связывают этот стих с книгой чисел, где Израиль приносит жертву 70 тюлиц за грехи 70 народов. Народы принесут жертву во время праздника Куши. А Израиль выступает в качестве священника во время праздника. В грядущем веке этот праздник будет праздновать во всем мире. Посмотрите на доску. Израиль собран. Израиль угнетаем. Израиль избавлен. Знает о грядущем приходе Мессии. Израиль кается. Народы каются. Покаяние Израиля перед Иешуа. Народы каются перед Иешуа. Собрана остальная часть Израиля. И начинается Тысячелетнее Царство. С моей точки зрения, Первый праздник Куши в Тысячелетнем Царстве Это брачный пир Агнца. Я не могу доказать это, Но невозможно представить брачный пир Иешуа с невестой до наступления Его Победы. И мы, рожденные в этот век, Его невеста Царица. Победа должна быть в начале, на брачном пире. И инаугурация Царя и Его невесты и царицы. И установление Израиля в качестве священнической правящей нации на земле. Все это происходит здесь. Я немного приближаю эти события. Но в книге Захария мы можем увидеть такой же образ. И в книге Исаии. И в книге Иоиля. Давайте откроем последнюю книгу еврейских писаний в соответствии с протестантским каноном. Послушайте, что написано в конце книги Малахии. 4.1 4.1 А для вас, благоговеющей перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. 5.1 Помните, как мы читали в книге Захарии о войне евреев? 6.1 И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами вашими в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните Тору Моисея, раба моего. 5.1 Вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием. Поэтому должно произойти восстановление правильных взаимоотношений родителей с детьми и подготовка к этому дню. Хорошо, давайте откроем Новый Завет. Мы входим в такой период времени, когда нет боговдохновенных писаний. Этот период называется Межзаветным периодом. В этот Межзаветный период Александр Македонский завоевал Средиземноморье и все страны вплоть до Индии. После смерти Он разделил Своё царство на четыре региона. Затем один из этих регионов завоевал другой. В конечном счете осталось два царства. Царство династии Птоломеев на юге в Египте и династия Селевквидов в районе Осирии и районе на восток от Осирии. Израиль был как бы разорван между этими двумя царствами, которые вели войну друг с другом. В книге пророка Даниила вы читаете многое о Южном и Северном царстве. Во время войны этих двух царей это было очень трудное время в Израиле. Когда Селевкиды окрепли, они заполучили контроль над Израильской землей и осквернили храм. Маккавеи собрали армию против селевкидов. Я называю их греко-сирийцы или сирияне-еленисты. И армию, чтобы воевать с теми в Израиле, которые шли на компромисс. Маккавеев поддержали две стороны. Вот как мы это понимаем. Одна из сторон, которая поддержала Маккавеев, известна под именем Хасиды. Они были праведниками. Но потом, когда Маккавеи снова захватили Иерусалим, война продолжалась. Маккавеи завоевали полную независимость Израиля. За сотни и сотни лет Израиль впервые стал независимым. Однако это еще больше увеличило проблему Израиля. Потому что последний представитель Маккавеев, завоевавший независимость Израиля, которого звали Иоанн Гиркан. Иоанн Гиркан, последний из братьев Маккавеев. Назначил себя царем и первосвященником Израиля. Он совмещал две должности. Но его право занимать должность первосвященника подвергалось сомнению. Он был из священнической семьи. Но проблема в том, что его происхождение не было по линии Захарии. Потому что последний первосвященник по линии Захарии, которого звали Анан IV, Анан III, был предательски убит во время периода войн Маккавеев. Итак, сейчас возникает проблема. Хасиды не признали законности действий потомков Маккавеев. Поэтому хасиды отделились. И из этой группировки возникло название – фарисеи. Остальные же, которые продолжали следовать за первосвященником Иоанном Гирканом и его последователем, были известны под именем Саддукеи. Саддукеи, по большей части, принадлежали к храмовому священству. Не все священники были саддукеями. И в этот период появляется новый жанр литературы. Появился он в дни Ветхого Завета. Но в наше время этот литературный жанр стал самостоятельным. Мы называем его апокалипсическая литература. Литература о последних днях и возвращении Мессии. Или же лучше сказать «Пришествие Мессии». Эта литература в высшей степени символична. И она делает особый акцент на праведность. Фарисеи развили философию, в соответствии с которой они являлись передовыми учителями Израиля. И у них были свои, восходящие к Моисею устные традиции. Но саддукеи отвергли их устную традицию. Со временем фарисеи решили скооперироваться с саддукеями. Но в реальности их теологические мировоззрения расходились. Фарисеи верили в воскрешение мертвых. Приход Мессии. Они верили в ангелов, демонов. И особо почитали пророков. Саддукеи не верили в воскрешение из мертвых. Под вопросом остается также, верили ли они в жизни души после смерти человека. Некоторые саддукеи вообще не верили в свое спасение после смерти. Но они верили, что награды и наказания были только в этой жизни. Затем мы читаем об очень драматическом событии. Завоевание Израиля Римской империей. Где-то в первом веке нашей эры. И где-то спустя 80 лет Израиль теряет свою независимость. Пий усматривает в этом компромисс. Правление Рима над нами указывает на гнев Бога за наши грехи. И во время господства Рима, человек, который частично был евреем и частично идумиянином, он заключил союз с Римом и назначил себя царем. В это же время должность первосвященника была позволительна только при поддержке Рима. Поэтому сейчас первосвященник еще более не имел никакого отношения к священнической линии Зарахии. И в Израиле появилось четыре основных группы. О первой мы чаще всего читаем в Писании. Это группа фарисеев. Фарисеи были готовы сотрудничать с саддукеями и римским правительством. Это был огромный компромисс. Между фарисеями и саддукеями было очень много теологических дебатов. Но также возникла еще одна группа. Группа ессеев. Которые не хотели идти ни на какие компромиссы с храмовой системой, потому что они видели ее коррумпированность. И четвертая группа. Это зелоты. Они верили, что нужно собрать армию и скинуть правление Рима. Они думали, если Израиль с Божьей помощью победил Ассирию и греко-римлян во времена Маковеев, то мы точно сможем победить Римлян. Зелоты организовали небольшие восстания, которые Рим подавлял. У трех из четырех этих групп было эсхатологическое понимание. Саддукеи же были настолько подвержены компромиссу, что у них не было никакого эсхатологического представления. Это на самом деле поможет нам понимать Новый Завет. Вот каким образом рассуждали фарисеи. Мы хотим увидеть эти эсхатологические события. В моем учении по эсхатологии я называю это сценарий последних дней. И фарисеи понимали этот сценарий последних дней. За исключением их верования в то, что Израиль покается до своего избавления. Конечно, до избавления Израиль должен в какой-то степени покаяться. Потому что мы, как мессианские евреи, верим, что Израиль воззовет к Иешуа, и это будет ключом к его избавлению. Вот что думали фарисеи. Сейчас мы находимся под этим гнетом. И если мы хотим освободиться от римлян и увидеть пришествие Мессии, то мы должны содействовать святости всего Израиля. Сущность фарисейства в следующем. Применить храмовые законы священства и законы левитов ко всему народу. Если бы только весь народ жил как священники и левиты. Если бы они только избегали принимать в пищу молоко и мясо. Если бы они только умывали руки перед каждым приемом каждой пищи, как и священники. И произносили благословения. И смотрели на стол, как на алтарь. Мы можем оградить Тору. И мы можем достичь такого уровня праведности, когда Мессия все-таки придет и избавит нас. Но для фарисеев приход Мессии это сверхъестественное событие, которое произойдет после того, как они будут полностью святы. Фарисеи не хотели бороться против Рима. Они не хотели сотрудничать с римлянами. Но, с другой стороны, духовное понимание фарисеев было революционным. Не потому, что они взялись бы за оружие. По крайней мере, пока не пришел Мессия. Они очень скептически относились к мессианским симулянтам. И чтобы следовать за Мессией, они должны были увидеть Его как достаточное сверхъестественное доказательство. Вот во что верили фарисеи. Однако, эссеи видели, что фарисеи шли на компромисс. Ессеи думали, что храмовая система была настолько коррумпирована, что не хотели иметь с ней ничего общего. Поэтому, эссеи создали альтернативные ритуальные центры за пределами храмовой системы. Йосиф Флавий дает описание этих евреев. Большинство ученых сегодня все еще думает, что кумранская община – это община, состоящая из есеев. И кумранские свитки написали есеи. Кумранские свитки писаний были не только сохранены есеями, что очень важно. Но также мы находим документы, которые говорят нам об отношении есеев. Например, документ Зарахи. Они хотели восстановить должность первосвященника по линии истинного первосвященника Зарахи, который относился к священнической линии со времен Давида. Есеи смотрели на своего учителя праведности в кумране как на образ Мессии, но не как на Мессию. Некоторые задаются вопросом, был ли учитель праведности в кумране Мессией до его смерти, но мы этого не знаем. У них была одна книга под названием «Война сынов света против сынов тьмы», в которой говорится, когда пришел Мессия в этот мир, произошла война и сыны тьмы были побеждены. Фарисеи были более оптимистичны, чем есеи. Фарисеи верили, что спасется весь Израиль. Так же, как и апостол Павел, который был фарисеем. Но есеи верили, что спасется только праведный остаток, а остальные погибнут. И что сами есеи принадлежат к этому праведному остатку. И если бы они создавали эти маленькие общины, где они каждый день принимали омовения, когда некоторые из Исеев вообще воздерживались от сексуальных отношений в браке, то они стали бы настолько святы, что Мессия бы пришел и избавил бы их, есеев, и установил свое царство на земле. Ессейство было еще одним эскатологическим проектом. Однако, в общем смысле, зелоты верили, что обе эти религиозные группы были неправы. Как же победили Маккавеи? Тем, что они исполняли все эти религиозные предписания? Нет! Маккавеи брали оружие и боролись против притеснителей. А зелоты думали, если бы у нас была только вера, вера в Бога, мы начали бы революцию против Рима. Если бы набрали для этого достаточно людей, тогда Мессия придет, и мы победим римлян. И снова мы испытаем сценарий последних дней. Все три группы хотели увидеть этот сценарий последних дней. И все они хотели, чтобы пришел Мессия и настало окончательное избавление Израиля. Но у них всех были разные представления. По разным причинам. Зелоты хотели воевать. Потому что гнет Рима настолько увеличился, что люди присоединились к зелотам в войне против Рима. И даже некоторые фарисеи. Но, в конце концов, римляне драматично их поразили. И Иешуа пророчествовал, что революция зелотов не поможет. Это не достигнет успеха. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Иешуа рождается в еврейском мире первого века. Который ожидает наступления Царства Бога на земле. Они ожидают Мессию. И горячо сфокусированы на эскатологии. Они борются друг с другом. Каким же наилучшим образом Царство Бога установится на земле? В этом необычайном волнении ожидания Иешуа. После перемены я покажу, как Иешуа действовал в этой ситуации. Итак, это необычное событие происходит в день Пятидесятницы. И не только 120 были наполнены Духом Святым. Но на храмовой горе Петр проповедует. И прямо там, на горе, тысячи принимают Евангелие. И сразу же они были погружены. Потому что в храме были сосуды для погружения на большие праздники. В храме у них была возможность совершать тысячи погружений. Итак, Петр видит, что произошло. И я верю, что он сразу же осознал понятия последних дней. Я не думаю, что все ученики осознавали, что пройдет еще две тысячи лет, начиная с их времени и до времени возвращения Иешуа. Потому что в то время началось мессианское еврейское движение со своей программой эсхатологии в Израиле. Иешуа сказал, чтобы мы учили все народы. Я не думаю, что Петр и другие ученики верили, что это должно произойти после возвращения Иешуа. Когда народы массово примут Иешуа после Его возвращения, их все еще надо будет учить. И народы будут обучать в основном евреи. Итак, Петр полагал, что у только что начавшегося мессианского еврейского движения было настоящее представление об эсхатологии. Для евреев эсхатология – это не событие будущего. Но какие действия мы должны предпринять, чтобы увидеть эти события? Информация предназначена для того, чтобы знать, как сражаться в войне. Это одно из самых странных понятий эсхатологии. Бог предоставил всю эту информацию о конце, когда верующих здесь не будет, и они ничего не сделают с этой информацией. Это совершенно не еврейская идея. Из книги Откровения завтра мы узнаем, что эта книга должна стать насущной для каждого поколения верующих. Но я думаю, что это было понимание Петра. Фарисеи думали, что они принесут царство, применяя законы храма ко всей нации. Эссеи думали, что они принесут полноту царства, создавая небольшие общины. И зелоты думали, что они принесут полноту царства посредством революции против Рима. Но Петр знает, что царство уже пришло в Яшуа. И он хочет увидеть полноту царства над всей землей. Он верил, что увидит пришествие царства в полноте, если только сможет содействовать принятию Яшуа Израилем. Потому что если они подчинятся Яшуа, то их грехи будут прощены. Они будут рождены свыше. Они войдут в силу Нового Завета, и потом возвратится Яшуа. Вот каким образом рассуждал Петр. Можете ли вы согласиться с этим? Конечно, да. Откройте со мной 3 главу Деяний, где Петр утверждает эту точку зрения. 3 глава книги Деяний. Петр проповедует еврейской аудитории. Бог же как предвозвестил устами всех Своих пророков. «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Яшуа». Послушайте, что только что сказал Петр. Он обращается к евреям и говорит, «Покайтесь, чтобы Бог послал Яшуа». Другими словами, когда евреи обращаются к Яшуа, то Яшуа придет. Нам необходимо прояснить это, когда мы читаем книгу Захарии. И когда мы смотрим 23 главу книги Матфея, я думаю, что наш народ воззовет к Яшуа, чтобы Он их спас. Они могут войти во всю полноту познания Яшуа только после их избавления. Это применение Захарии 12.10. Петр прав, когда наш народ обратится к Яшуа, чтобы быть избавленным, это станет знамением прихода Яшуа. Этот факт – основной принцип эсхатологии, что Израиль в некоторой степени должен обратиться к Яшуа. Я думаю, что в Захарии 12.10 видна вся полнота покаяния. Затем Петр говорит в книге Деяний 3.21, «Которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых пророков от века». Вы понимаете, что все пророки говорили о восстановлении Божьего порядка. В Исаии 2-й, 11-й главах, в Амосах 9-й главе. Мы уже говорили об этих отрывках. Поэтому Петр говорит, если вы хотите увидеть исполнение 2-й и 11-й главы Исаии, то вы должны обратиться к Яшуа. У Петра также была надежда искупления всех народов. И в 24-м стихе он говорит, «И все пророки также предвозвестили дни Сии». «Вы сыны пророков и завета, которые завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму. И в семени твоем благословятся все племена земные». «Бог, воскресив Сына Своего Ишуа, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Для Петра привести Израиль к Ишуа – это ключ к благословению всех народов. Что мы должны сделать, чтобы увидеть второе пришествие Ишуа? Мы должны содействовать обращению Израиля к Ишуа. Вот о чем проповедовал Петр, и он был прав. И только после возвращения Ишуа Петр думал учить народы. Эта последовательность событий была не совсем верной. Это правильно – учить народы после обращения Израиля. Но Петр упустил один момент. Давайте представим себе, что вы находитесь в Иерусалиме первого века. Петр проходит мимо вас. Люди подходят так близко к Петру, чтобы хоть его тень упала на них. Сила исцеления была настолько велика, что люди исцелялись, когда они близко подходили к Петру. И вы подходите к Петру и говорите, «Петр, а как насчет язычников?» Не должны ли мы принести эту весть язычникам? Я думаю, вы бы озадачили Петра таким вопросом. Почему мы должны принести благую весть язычникам? По всему миру миллионы и миллионы язычников. Для этого понадобится несколько столетий. Если мы просто достигнем Израиля, то Бог откроет Себя, и все язычники обратятся. Поэтому для Петра стратегия, направленная на язычников, не была очень хорошей стратегией. Вы читаете вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую главы книги Деяний, и не находите миссии для язычников. Но у Бога был другой план. И Петр с другими апостолами все еще не понимали его. План Бога – эсхатологический план. Так как с библейской точки зрения Царство Бога уже пришло, оно уже существует. И мы находимся в периоде последних дней, начиная с первого века. Не последние из последних дней. Но эти две тысячи лет мы находимся в периоде последних дней. Поэтому в 9 главе книги Деяний Бог решает начать новое направление. И, конечно же, я говорю «почтительно». Бог смотрит вниз с небес на землю и говорит «Кого мне избрать, кто бы понес благую весть язычникам?» И он видит этого ревностного фарисея, образованного, также гражданина Римской империи. Он свободно говорит на иврите, греческом, латыни и на ирамейском. Бог видит, как Он связывает мессианских евреев и приводит их в суд, избивает их, истязает, потому что для этого фарисея его надежда – это пришествие Мессии. И для фарисеев говорить, что Мессия пришел и был распят, был обестыжен, висел нагим на кресте – это было бы богохульством. Поэтому он был верным евреем. И он накажет всех этих людей. Поэтому на своем пути в Дамаск Бог смотрит на него и говорит «Вот такого я ищу». Сбивает его с ног, Открывает ему Ешуа. Шауль лежит на земле и спрашивает «Кто ты?» «Я Ешуа, которого ты гонишь». Тогда у Павла сразу же начались проблемы с кишечником. «О, нет!» Бог велит ему подняться и идти в Дамаск, где жил человек по имени Анания. «Иди к нему, он скажет, что тебе делать». Потом Анания является ангел. «Я привел тебе кандидата для членства в теле верующих». «О, прекрасно, Господь! Кого ты привел?» «Я привел Савла из Тарса». «Нет, только не его!» «Он преследует верующих по всему Израилю». «Все нормально, Анания, не беспокойся! Я позаботился обо всем!» «Я ослепил его, он ничего не видит!» «Он готов принять тебя сейчас!» Поэтому Анания выходит. То есть, Павел приходит к Анании. Анания проповедует ему благую весть. Шауль принимает Яшуа. Он крещен. Снова может видеть. Он крещен Духом Святым. И вся та ревность в преследовании верующих умножена в сотни раз, чтобы проповедовать Евангелие. Он не попадает в Дамаск. Приходит в Иерусалим. Начинает проповедовать. И приводит всех в смятение. Настолько, что они отсылают его. И Павел поступает в свою собственную семинарию с Богом. Павел уже был посвящен Анании на проповедь Евангелия язычникам. Но как ученики примут проповедь Евангелия язычникам? Они к этому еще не готовы. Ну, в этом случае он хочет идти со своим лидером. А кто лидер? Петр. Симон Кифа. Петр находится на крыше. Ну, вы знаете, что они тогда жили на крыше. Петр был голоден. И миссис Петр, жена первого папы, была на первом этаже и готовила кушать. Поэтому у нас был женатый папа, да? Я рад, что у некоторых из вас есть чувство юмора. И пока он находится на крыше, у него было видение. У него было видение. Он видит, как с неба спускается полотно, внутри которого находились разного вида некошерные деликатесы. лобстер, омары, крабы, креветки, ветчина, осьминог, который все же ползал вокруг. И Бог говорит Петру, заколи и ешь. Язычники читают этот отрывок и говорят, слава Богу, я могу все это есть. Но Петр говорит, нет, Господи, я никогда не ел ничего нечистого. Поэтому покрывало подымается, и снова опускается, заколи и ешь. Снова подымается, снова опускается, заколи и ешь. На этом видение завершается. И Петр интересуется, что означает это видение. Петр не думает, что ему нужно спуститься вниз на кухню и попросить миссис Петр пойти в языческий универсам, купить эту еду и съесть. Миссис Петр! Я думаю, что сегодня наш обед будет другим. Нет, Петр знал, что видение означало не это. Итак, стук в дверь. Вот мужи, посланные Корнилием. Корнилий был римлянином, солдатом, прозелитом. Он не обрезвался, но Корнилий верил в Бога Израиля и поклонялся Богу Израиля. И у него было видение, в котором Бог сказал ему, «Ты нашел благоволение в Моих глазах». Пошли за Петром. Петр начинает понимать смысл видения после того, как он услышал эту историю. И он идет вместе с теми людьми, которых послал Корнилий. Дома Корнилий собирает всех родственников и друзей. И когда Петр проповедует Евангелие, Руаха Кодеш сходит на них. Они говорят иными языками. Пророчествуют. И это очень удивляет верующих из евреев. Петр говорит, «Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Откройм 10 главу Книги Деяний, 34 стих. «Когда Дух Святой сходит на них». Петр говорит, «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Я думаю, что в этом стихе есть намного больше смысла. Потому что Петр описывает последовательность событий. Во 2 главе Деяний Петр говорит, «Покайтесь, креститесь, и получите дар Святого Духа». Но Корнилий и его домашние уже приняли Дух Святой. И я думаю, вот что говорил Петр, «Быстрее выведите их в воде, ибо они уже получили Дух Святой». Потом Петр возвращается в Иерусалим. И все ученики очень огорчились. «Петр, зачем ты идешь к язычникам?» В действительности ученики думали, что это задержит пришествие Бога. «И взаимоотношения с язычниками будут препятствовать Израилю полностью принятию Иешуа». Поэтому Петр рассказал о своем видении и в 11 главе книги Деяний. В конце главы ученики говорят, «Что ты знаешь?» Видно, и язычникам дал Бог покаяние. Ученики думали, что это покаяние не своевременно. Они думали, что что-то не в порядке, но не могли отвергнуть сверхъестественного доказательства от Бога. Ученики не знали, что Бог готовил их принять Его новое. Новое направление. Вскоре начинаются еще более суровые гонения. Уже во второй раз. Ученики собираются в городе Антиохи, где они проповедуют евреям. Но некоторые из учеников несли Евангелие язычникам. Ученики в Иерусалиме услышали об этом. И отослали в Антиохию мужа, уверовавшего еще ранее. Который был в числе семидесяти учеников. Его звали Варнава. Благочестивый муж. Он идет в Антиохию. И видит, что язычники принимают Евангелие. Тогда он вспоминает поручение, которое было дано Павлу. И он идет за мессианским верующим, фарисеем Павлом. Помните, в конце своей жизни Павел говорил о себе, я фарисей. Варнава приводит Павла в Антиохию, где впервые проходит совместное общение евреев и язычников. Вот что я хочу, чтобы вы увидели. Единство еврея и язычника – это эсхатологический факт. Потому что в грядущем тысячелетнем царстве еврей и язычник, Израиль и народы – это одно целое под руководством Мессии. Тогда язычники не станут евреями. Язычники среди домашних Корнилия не были обрезаны. И так же, как и язычники в Антиохии. Если язычники станут евреями и будут обрезываться, тогда не будет то ясной эсхатологической реальности, что еврей и язычник – одно целое в Мессии. Есть еще один очень-очень важный момент. Царство Бога присутствует уже здесь. Тысячелетнее царство начинается внезапно уже в этот век. Когда Петр проповедовал на праздник Пятидесятницы, он цитировал слова пророка Иоиля 2, 28, и сказал, «Это есть предреченное пророком Иоилем. Будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Эти события должны были произойти в конце века, но они внезапно начинаются уже сейчас, во времена учеников. Все чудеса должны были произойти в конце века, но они происходят уже во время учеников. Грядущий век начинается уже в этом веке. Это означает, что царство уже пришло, но оно еще не достигло своей полноты. И теперь на общении в Антиохе пророчески провозглашают грядущий век. Вот как мы должны понимать тело Мессии. Если вы избавитесь от еврейского образа жизни, и евреи не будут жить как евреи, тогда не будет никакого эсхатологического знамения. Если вы попытаетесь сделать язычников евреями, и будете их заставлять обрезываться, тогда не будет никакого эсхатологического знамения. Потому что эсхатологическое знамение грядущего века — это единство еврея и язычников в теле Мессии. Поэтому после многих лет учения Дух Святой говорит, «Отделите для меня Варнаву и Салва». Варнава — старший муж. И Павел вскоре заместит Варнаву. Они путешествуют вместе в первой миссионерской поездке. И язычники приходят к вере в Яшуа. Некоторые уже посещали синагоги, но не все. И многие язычники уверовали в Яшуа. Возникает большое противоречие, потому что в Иерусалиме некоторые верили, даже если они не смотрели на это в рамках грядущего последнего века, если нужно спасти язычников, по крайней мере, в этом веке, то нужно их обрезывать и требовать соблюдения всего закона Моисея. Вы знаете, что среди фарисеев было множество разных мнений по этому вопросу. Некоторые говорили, что язычники могут быть спасены только благодаря послушанию Богу и соблюдению заповедей Митцвод. Но другие фарисеи говорили, что язычники должны полностью соблюдать весь закон и становиться евреями. И, наверное, это различие во взглядах повлияло на мессианских еврейских верующих. То, что видит Павел, намного более эсхатологично по сравнению с иудействующими фарисеями. Хотя у этих фарисеев была языческая миссия, я уверен, что они видели в этом некоторую эсхатологическую миссию. У Павла с фарисеями проходит большая полемика. И мы не должны называть их иудействующими. Писание не называет их иудействующими. Писание называет их верующими из обрезанных, которые требовали от язычников обрезываться. Также мы можем назвать их легалисты или законники. Но если вы называете их иудействующие, это исходит из истории церкви, которая хочет избавиться от всего еврейского. Поэтому они собираются в Иерусалиме и проводят этот совет. Верующие из обрезанных представляют свою точку зрения. И Павел рассказывает о всех сверхъестественных событиях. Дух Святой сверхъестественно поддержал служение Павла. После Павла говорит Петр. Здесь видно величие Бога, как Бог использует четыре основных видения, чтобы приготовить путь. Видение данное Павлу. Видение данное Анании. Видение Корнилия. И видение данное Петру. И когда Петр поднимается и свидетельствует, он попадает точно в цель. Встает Иаков, и он говорит, «Я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников». И он подводит итог этого совета. И он говорит следующее. В 15 стихе, цитируя 9 главу Амоса. В 15 стихе. Исим, согласные слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам скинию Давида в падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие». Если вы откроете 9 главу Амоса, вот что вы прочтете. Вы найдете текст о последних днях, когда Израиль входит в свое благословение, и народы приходят к познанию Бога. Амос ожидает наступления тысячелетнего века, когда Израиль и народы будут едины в теле Мессии. В этот век происходит восстановление трона Давида. Я знаю, что обычно говорят, скиния Давида – это харизматичное поклонение, из-за той скинии, в которой Давид поклонялся Богу. По мнению некоторых людей, скиния Давида предшествовала Новому Завету. Это может быть то, о чем Бог пророчески нам сказал. Но значение текста – это не скиния, в которую поклонялся Давид. Но это восстановление на земле правителя по линии Давида. Вот что Яков имеет в виду. Если грядущий век начинается уже в этом веке, и Мессия уже пришел, мы уже были исцелены и избавлены. Нам уже было дано новое сердце, что описано в Еремии 31 и Езекииля 36 главах. Все это относится к грядущему веку. Тогда евреи и язычник будут едины в Мессии. Потому что тот грядущий век начинается уже сейчас. Вот где мы видим эсхатологию. Когда мы увидим кульминационный момент этого века – возвращение Господа. тогда, когда мы видим больше и больше проявлений грядущего века уже в этом веке. Когда грядущий век начинается уже в этом веке. Потому что эсхатологическая реальность общины Нового Завета – это начало грядущего века уже в этом веке. Вы понимаете, о чем я говорю? Дело в том, что современное развитие теологии происходит в основном благодаря апостолу Павлу. Но вы можете увидеть это и в учении Ишуа в отношении того, какие события должны произойти. до момента избавления Израиля и до наступления событий последних из последних дней. Новый Завет говорит обо всех этих событиях, но этот период истории, который может расшириться до двух тысяч лет. И это дает нам новую предпосылку возвращения Господа. Эти предпосылки – это наши обязанности. Поэтому эсхатология Нового Завета – это не рассуждение о том, что произойдет в будущем, но это исполнение наших обязанностей, чтобы мы смогли увидеть возвращение Господа. Я хочу показать вам это в 24-й главе книги Матфея. И, кстати, завтра, когда мы изучим эту главу, мы соединим книгу Откровения с праздниками, так как мы снова рассмотрим сценарий последних дней. Центр Новозаветного учения находится прямо в этой точке. Яшуа пророчествует, что Израиль будет снова рассеян и собран. Но он не слишком обеспокоен этим. Яшуа обеспокоен судьбой тела верующих. Почему? Потому что тело верующих и задача тела Мессии – это ключ к исполнению Израиля, своего задания. В 24-й главе Матфея Яшуа обращается с этими словами к еврейским слушателям, но они применимы ко всем верующим. Стих 13. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царство. По всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Во-первых, чтобы пришел конец, нам нужно проповедовать это Евангелие Царств. И теперь во всем мире происходит поразительное пробуждение. Церковь на протяжении всей своей истории не проповедовала это Евангелие Царства. Она проповедовала частичное Евангелие. Она не проповедовала о Царстве Бога, которое доступно для каждого человека. Церковь не говорила, что Бог приглашает тебя к измененной жизни. Церковь не проповедовала, что жить в соответствии с учением Яшуа и с помощью Его силы возможно. И что все в твоей жизни можно привести в порядок. Она не проповедовала силу знамений и чудес, которые указывают на Евангелие. Видите, что Евангелие Царства – это Евангелие знамений и чудес. Оно приглашает к преображенной жизни Царства с помощью силы Яшуа. Это не просто произнесение молитвы, чтобы попасть на небо. Мы не проповедовали полноту Евангелия. Но Яшуа говорит, это Евангелие Царства, что ты можешь войти в Царство Бога и получить все остальное, что оно подразумевает. Евангелие Царства должно быть проповедовано по всему миру во свидетельство. Потом придет конец этого века. Поэтому вы видите, что проповедь Евангелия подталкивает историю в направлении ее эсхатологического кульминационного момента. Проповедь Евангелия Царства подразумевает ученичество. И в конце Евангелия от Матфея Яшуа говорит, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Другими словами, телу верующих дана эсхатологическая задача. И Ишуа будет с нами, пока мы не исполним Его до конца века. Когда Он вернется? И что это за задание? Уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Одна из этих заповедей — соблюдать учение Моисея. И мы должны правильно применить это понимание, чтобы оно соответствовало Новому Завету, евреям и язычникам, для мужчин и женщин, потому что существуют различные законы для различных групп людей. некоторые из них одинаковые, а некоторые отличаются друг от друга. Коль Галаха. Мы должны обучать этому. Мы должны производить новых учеников. И только когда мы сделаем это в достаточной мере, только тогда увидим возвращение Господа. Ишуа не придется, пока тело верующих со Своей стороны завершит это задание. Все это эсхатологично. Вот почему Джорд Лайд учил, что теология Нового Завета — это теология эсхатологии. Я говорю это некоторым моим друзьям в мессианском движении, которым эта фраза не нравится. И ортодоксальный иудаизм также сторонится этого. Это учение Нового Завета. Давайте откроем 11 главу Книги Римлян, и мы посмотрим на это. Павел дает телу верующих два задания. Первое — это проповедовать Евангелие Царства во свидетельство всему миру. Вот что он имеет в виду. Тело верующих должно быть обличено силой жить праведной жизнью, и оно должно отражать благую весть для Израиля, и завершить то, что не смогли завершить апостолы. По всему миру тело верующих находится в священническом положении, чтобы увидеть приход Израиля к Иешуа. Церковь должна знать, что евреи — это народ, все еще избранный Богом, и Церковь не сможет войти в свою славу без Израиля. По Божьему плану обоюдного смирения Израиль не сможет войти в свою славу без укоренения в свидетельстве тела верующих. Вау! Как же во всей истории Церковь упразднила этот факт! Большая проблема! Но что говорит Павел? Римлянам 11.11 Спасение язычникам, чтобы возбудить ревность в Израиле. И это просто как небольшой вывод, мы возвратимся к этому завтра. Мы должны проявлять любовь и милость к Израилю, и распространять Евангелие, благодаря присутствию Бога и Его силы среди нас, силе Святого Духа служения, чтобы весь Израиль возревновал, и их принятие будет жизнь из мертвых. Поэтому Павел дает нам эсхатологическую модель в этой части. Во-первых, есть спасшийся остаток Израиля. Затем спасшийся остаток из народов. Когда Израиль и народы находятся в совершенном единстве и силе, что мы увидим завтра в 17-й главе Иоанна, то это ведет к спасению всего Израиля. Свидетельствуют как верующие из евреев, так и верующие из язычников. Павел говорит евреям, «Я возвеличиваю мое служение». И потом обращается к язычникам и говорит, что они должны поступать так же. Поэтому, когда Израиль возревнует, тогда он и спасется. Это подводит нас к периоду последних дней прямо здесь. И поэтому потом спасаются все народы. Павел в 11-й главе к римлянам говорит, что Бог заключил всех в непослушании, и это включает и тех евреев, которые еще не уверовали, и непослушных язычников. Павел адекватно говорит как о евреях, так и о язычниках, кто может молиться, служить и свидетельствовать, и влиять на спасение всего Израиля. Это катализатор спасения всех народов. Павел говорит об антихристе в послании к фессалоникийцам, о периоде угнетения Израиля вот здесь. Но это представляет особый интерес Павла в отношении последних дней. Иешуа приходит в мир. Его предшественник, Йоханан Хамадбиль, он тот, который погружает. И он погружает людей в погружение и покаяние. Это событие совпадает с периодом притеснения Израиля. И Йоханан должен приготовить Израиль к Господнему дню. Потому что если вы покаетесь, то день Господень станет вашим избавлением. Но если вы неправедны, то день Господень приведет к вашей погибели. Йоханан говорит, что он готовит путь к приходу Господа. Поймите, о чем вообще говорит Йоанн. Он призывает людей к покаянию, потому что приблизилось Царство Бога. Но люди понимали, что приход Царства Бога влечет за собой эти события. Поэтому они должны быть готовы к Господнему дню, чтобы войти в Царство Бога. Это было извещение о приходе Мессии. Потому что Мессия приносит полноту Царства. В некоторой степени мы можем видеть Царство Бога в Древнем Израиле. Особенно во время правления Давида и периода раннего правления Соломона. Но у Израиля больше никогда не было таких дней славы. И теперь Израиль ожидал славы мирового правления. Поэтому Иоанн подготавливает их к событиям последнего времени. Иешуа приходит к Иоанну. Иешуа погружен в воде. После чего он начинает проповедовать. В 1 главе Марка, 15 стихе, записаны самые ранние слова о проповеди Иешуа. «Исполнилось время и приблизилось Царство Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие». И это очень важно. Здесь мы читаем самое простое определение Евангелия. В наши дни люди по-разному описывают Евангелие. Они говорят, что Евангелие — это смерть Иешуа за наши грехи. И если мы поверим в Него, то мы будем прощены. Это всего лишь часть Евангелия. Или же Евангелие, если мы верим в Него, то после смерти пойдем на небеса. Это всего лишь часть Евангелия. «Если мы верим в Него, то воскреснем и будем править с Ним в грядущем веке». Это всего лишь часть Евангелия. Но Евангелие — это то утверждение, которое сделал Иешуа в наиболее понятной форме. «Приблизилось Царство Божье». Здесь используется фраза на иврите. «В первом веке». «Самый наилучший способ, как мы можем это понять сейчас». Сказать, что Царство доступно для тебя. Время приблизилось. Ты можешь войти в Царство Бога. Как люди должны понять это? Они скажут, «Ну, это может означать, если мы последуем за Ним, то Царство Бога наступит очень скоро». «Значит ли это, что Он солидарен с зелотами и соберет армию, чтобы скинуть правление Рима?» «Благая весть в том, что Царство Бога доступно для тебя уже сейчас». Иешуа говорит, «Время приблизилось, Царство уже сейчас». И потом Он делает что-то странное. Во время всего Своего служения Он никогда не говорил о том, что Он Мессия. И люди задаются вопросом, «Так является Он Мессия или нет?» Он не скинул правление римлян. Он не собрал армию. Он собрал двенадцать учеников и становится раввином, который учит и совершает чудеса. Он учит Торе. Он учит в Духе и Истине, что на самом деле значит Тора. Что в силе Царства мы больше не имеем никакой ненависти. Что в силе Царства в наших сердцах больше не должно быть похоти. Потому что ненависть и похоть – корни убийства и прелюбодеяния. В этом Царстве мы любим наших ближних. В этом Царстве мы любим даже наших врагов. Подождите. Он же должен выгнать римлян. Но в отношении римлян Он говорил, «Если римский солдат позовет тебя заставить идти еще одно поприще, на что у римских солдат было право, предложи нести его тяжесть еще одно поприще». Он говорил о прощении. «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Он говорил о самых важных религиозных обычаях иудаизма, молитве и даянии. О молитве Иешуа говорил, «Не молитесь на виду у всех, чтобы вас не видели и не хвалили». О даяниях Он говорил, «Не делайте это так, чтобы другие хвалили вас». «Когда вы молитесь и даете пожертвования, не делайте это напоказ, как гордые фарисеи, которые расширяют хранилища свои». Он учил новому виду сокровенного благочестия. И даже более. Он не только учил природе жизни в Нагорной проповеди, природе Бога Отца в притче о блудном сыне, что является наилучшим образом Евангелия для человека. Потому что Евангелие – это возвращение в Дом Отца и подчинение Его правлению. Он примет тебя, и все в твоей жизни Он приведет в порядок. Благая весть – это не только о том, как попасть на небо, и как войти в Царство Бога и испытать правление Бога, чтобы все в нашей жизни стало на свои места, и мы могли жить под Божьим благословением. Благая весть говорит, что Царство доступно для тебя. Потому что Иешуа пришел в мир, вы теперь можете жить в Царстве Бога. Тысячелетнее Царство – это Царство Бога. Но Иешуа говорит, что Царство Бога начинается уже сейчас. Царство Бога уже здесь. Поэтому Он исцеляет больных. Потому что там, где присутствует сила Царства, больные выздоравливают. Он очищает прокаженных, нечистые очищаются. Он изгоняет демонов, потому что в Царстве Бога не должно быть никакого демонического давления. Он прощает грех, потому что сущность Царства – это прощение. Он воскрешает мертвых, потому что только сила Царства Бога может воскресить мертвых. Иешуа несет это великое сверхъестественное служение. Но Он не собирает армию. Он не свергает римлян. Видно, что Его жизнь и служение отвечают на вопрос о Царстве Бога. И дает нам новое понимание эсхатологии, которое не было предвозвещено пророками. Его понимание не противоречило ни одному из этих сценариев последних дней. Но оно добавило что-то, что не было предсказано. Мы говорим об Иоанне Крестителе. Он попадает в тюрьму. Тюрьма не очень исполняет оптимистические ожидания. Вот-вот Иоанн умрет. Он объявляет о Мессии. Объявляет о пришествии Бога. И теперь находится в тюрьме. Поэтому Иоанн отсылает людей к Иешуа. И в Евангелии от Луки 7,19, Иоанн спрашивает Его. Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? И эти мужи, которые пришли к Иешуа, спрашивают Его. Иоанн Креститель послал нас к Тебе спросить. Ты ли тот, к которому должно прийти или ожидать нам другого? А в это время Иешуа исцелил многих от болезней и недухов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иешуа в ответ, «Пойдите, скажите Йоханану, что вы видели и что слышали. Слепые прозревают, хромые ходят». Это отражение пророчеств Исаии о Царстве Божьем. Слепые прозревают, хромые ходят. Прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. «И блажен, кто не соблазнится о Мне». Что Иешуа имеет в виду? «Я не оправдаю ваших ожиданий, каким должен быть Мессия». «И Царство не наступит сейчас таким образом, как вы этого ожидаете». «Если бы вы только поверили Мне и приняли это другое направление», «из-за Меня вы можете приткнуться». «Да, Я принес Царство». «И вы можете войти в Него». «Чтобы жить в силе и присутствии Бога, абсолютно в новом виде». «Но Я не соберу армию против Рима». «И Я не принесу тысячелетнее Царство прямо сейчас». «Но Я даю вам силу жизни в Царстве». «И Ешуа учит этому всю свою жизнь». «И Он вступает в прение с фарисеями». «В 11 главе Луки». «В 12 главе Матфея». «Ешуа изгоняет демона из немога». «Толпа изумилась, но некоторые из них сказали, «Он изгоняет бесов силою князя Бесовского». «Затем Ешуа говорит, что Царство, разделившееся в самом себе, не устоит». «Но затем Он говорит в 20 стихе». «Если же Я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла этого Царства Божия». «Он связал сильного дьявола». «И Он освобождает людей от силы дьявола». «Потом в 17 главе Луки Он говорит, что Царство Бога среди вас». «И в 13 главе Матфея». «И эти притчи мы встречаем и в других местах». «Он рассказывает нам о природе того Царства, что Он принес». «Это не последнее время, когда Царство придет в своей полноте». «Царство пришло в Ешуа». «Но оно началось с маленького». «Оно началось с горчичного зернышка». «И вырастет в большое дерево». «Царство началось как закваска». «Царство сравнивается с этой малой закваской». «Этот небольшой кусочек закваски». «Закваска» или «тесто» символизирует мир. «И в конечном итоге целый мир будет пропитан Царством Божьим». «Сейчас Царство Бога находится в стадии роста и развития на земле». «Царство Бога распространится на земле посредством проповеди Благой Вести». «И Он говорит нам о четырех видах почвы». «Семья — это благая весть Царства». «Некоторые отвергают его». «Другие как бы принимают, но на самом деле это не так». «Некоторые принимают, но позволяют заботам и беспокойству этого мира заглушить его». «Так же, как и суетность богатства». «А некоторые принимают и приносят плод в 30, 60 и 100 раз больше». «Поэтому Царство Бога будет расти и распространиться по всему миру». «И когда мы распространяем Царство Бога посредством проповеди Евангелия, что сравнивается с пшеницей». «В это время дьявол сеет плевелы». «Потому что Царство Бога растет среди зла мира». «Те, кто может понять это и увидеть его ценность». «Принятие Царства Бога — это очень драгоценная жемчужина». «Она стоит того, чтобы продать все, чтобы завладеть ею». «Царство Бога — это сокровище, скрытое на поле». «И когда вы найдете его, то продадите все, чтобы купить поле». «Поэтому Царство Бога пришло в неожиданной форме». «Когда люди входят в него посредством веры в Яшуа». «Веры в него, как в Царя». «Царство распространяется по всей земле». «И в конечном итоге оно приведет к Суду сценария последних дней». «Сейчас мы не будем подробно это рассматривать». «Но в конце века ангелы соберут всех избранных». «И придет страшный суд, предсказанный пророками». «Но только после распространения Евангелия». «И Ешуа готовит своих учеников к этому». «И говорит, что создаст новый вид синагоги». «Синагога — это фон». «Я создам свою кахилу, общину». «И врата ада не одолеют ее». «Эта синагога будет основываться на исповедании того, что Ешуа — это Мессия, Спаситель и Царь, так как Он — Камень. «Но Петру, как Малому Камню, дано первостепенное лидерство среди учеников новой общины». «Это неожиданное новое направление». «Что Царство уже пришло». «Но оно не достигнет полноты до конечной стадии распространения Царства». «Ученые называют природу этого учения», «Которому Ешуа было дано множество примеров». «Уже, но еще не форма Царства Бога». «Царство приблизилось». «Теперь у нас есть сила, чтобы установить Его правление». «И Ешуа говорит нам искать Его Царство». «Это не означает, как попасть на небеса». «Верующие думают, что Царство Бога — это все на небе, а сейчас ничего не надо». «Но Царство — это установление Его порядка среди Божьих людей в наибольшей степени, насколько возможно». «Где правление Бога установлено Его силой». «Там и находится Его Царство». «Где устанавливаем Тору Бога Его силой». «Там и находится Его Царство». «Вот почему Ешуа говорит, «Кто сотворит и научит малейшим этим заповедям, тот великим наречется в Царстве Небесном». «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном». «Вы должны рассматривать это в контексте 11 главы Матфея». «Где Он говорит, «Малейший в Царстве Божьем больше Иоанна Крестителя». «Значит ли это лучше, чем Иоанн?» «Нет, больше, говорится, в отношении привилегии». «Потому что Иоанн был последним пророком до начала периода Царства». «Иоанн был последним пророком Моисеева порядка». «И те, которые сейчас находятся в Царстве Бога, благодаря Ешуа, вошли в новозаветный порядок, когда Тора установлена еще более могущественным образом, чтобы Царство, которое нам предлагает Бог в Ешуа, это сила жить в соответствии с Его учением и установить Его Царство или порядок в каждой сфере нашей жизни. Когда мы молимся, «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». «Мы не просто молимся во Втором пришествии. «Мы молимся о силе, чтобы распространить Царство для тех, которые еще не в Нем». «И мы молимся о способности установить Царство Бога в моей личной жизни, в моем браке, в моей семье, в моей общине, в народе Израиля, в моем бизнесе, в моей социальной жизни. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Это также исцеление больных и изгнание бесов. Вот что мы показываем. Царство пришло посредством чудес. Вот почему Царство видно благодаря харизматичным дарам. Царство